Продолжение следует... 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 теми днями, на которые вы слезаете с диеты. И у моей книжки есть хотя бы некоторый шанс с вами познакомиться. Потому что, собственно, кто смотрел программу, знает, что я не повар. Эта книжка не про те десерты. Вообще десерты считаются в кулинарии. А правильно говорить в кулинарии, а не в кулинарии. Удивитесь. Кулинария — это магазин, в котором продается готовая еда. А искусство называется кулинария. Не поверите, я сказала мне Латерсон, в самолете. Так вот, я люблю рецепты с высоким, как я называю, отделом КПД. Потому что, когда у вас 342 ингредиента, из которых, значит, драгущие маскарпоне, свежие клубника посреди зимы, какие-то, значит, горький шоколад, причем там ручной работы. Я вообще не очень понимаю, зачем из этого всего готовят шоколадные кексы. С таким же успехом можно пойти и купить, и съесть. И настолько уж хуже они будут. Поэтому я люблю рецепты больше всего, типа яблочного татина, где 3-4 ингредиента, которые у вас всегда дома есть, которые вы взяли, смешали, замешали и так далее, и у вас получилось вау. Прямо такое вау. И вы такой вау не купите нигде, ну, правильно, как у французской кондитерской, где-нибудь в центре Парижа. Это если брать случай с яблочным татином, например. Есть исключения. Есть рецепты типа бешеных улиток. Рецепты типа бешеных улиток. Бешеные улитки — это такие вот здоровые муки, размером с меня практически, в которых калорий тоже размером с меня. Тысяча-две, я не знаю сколько. Рецепт честно уворованный мною. У одной популярной, не буду сейчас делать импродукт плейсмент, сети, как это называется, булочный пекарен. Вообще есть такая популярная американская по-моему сеть. Они делают такие чудовищные булки с маком, с корицей, с сахаром. В общем, очень вкусно, нечеловечески дорого. Я два раза купила, очень сильно обиделась. Потому что я не очень поняла. В общем, я купила еще раза два, но уже с целью, так сказать, промышленного шпионажа. Была покормлена мама, была покормлена бабушка. Маме я сказала, сколько стоит булочка. Бабушки уже не стало, потому что от мамы я получила еще и за бабушку. Но мы втроем с привлечением подруг, зато расшифровали. Расшифровали, переделали. И это вот как раз такие рецепты-исключения. Там надо заморочиться немножко. Там надо делать дрожжевое тесто, там вот это все, как положено. Мука, там вода, сахар, соль, вот это все. И они займут у вас, не как обычно, большинство моих рецептов, там 20-30 минут. Мы сейчас выпечем на час. Вы типа 20 минут готовите, 40 минут печет. А это, конечно, займет там 60-50. Но это, на мой взгляд, стоит того. Дальше. Сейчас тут, видимо, по расписанию должна быть шутка. Как обычно в моей программе. Ну, не получилось. Не получилось экспромтом. Видите, в этом смысле я вас сейчас боюсь больше, чем вы меня. Потому что я-то привыкла работать вот исключительно с этим чудесным предметом, с камерой. Когда ты можешь трепаться, ты еще оператору в это время подмигиваешь, там, тебе, знаешь, а личная жизнь устраивается. В этот момент у тебя все хорошо. Сверху периодически включается режиссер, которые там говорят, ну, я, я, давай, соберись посерьезнее. Ты в какой-то момент что-то рассказываешь, потом говоришь, хуй, ребята, сейчас, ну, типа, тут пока все равно, ну, кроме тебя. Сейчас я, ты рассказываешь байку, у нас, собственно, поэтому так и получился проект. Вообще-то изначально меня брали как нормальную, серьезную телеведущую, профессиональную актрису. Никто же не знал, что я им так изменю формат проекта. Я им просто травила байки, пока готовится еда. Кстати, давайте уже заодно, раз уж начала проект. Это один из самых популярных вопросов, которые задают на презентациях или в интернете. Как меня вот, как меня туда занесло, как меня угораздило. Я вообще-то была телевизионным режиссером, никого не трогала. Играла в маленьких эпизодах, как актриса. А как телевизионный режиссер жала кнопочки. Это вот это вот на Олимпиаде. Вот смотрели, когда Олимпиаду, вот эти там 48 камер. И в какой-то момент у нас там сначала снежинка не раскрылась, это все запомнят. А то, что там через 2 часа был такой на 2 секунды зеленый экран склеен, это никто не заметил. Ну и слава богу, обычно каналы за такую вольняют. А у меня, зато снежинка, мне вообще кофе было. А вот зеленый экран, у меня сердце упало. Я думаю, все, чувак, безработица. Сдался. И я была этим человеком, который клеит, собственно, крупный план героя на героине. Героиня на героиня. Ну, в общем, это все. И у нас был пересменок. Канал из женского мира превратился в еду. Ну, с одной стороны, логично, с другой стороны, странновато. И мы обсуждали запуск нового проекта. Ну, естественно, кулинарный, логичный, на раз канал еда. И я в свойственной мне манере отстаивала позицию того, что у нас не хватает программ, вот как я говорила про простые, допустим, вы хотите сделать чизкейк. Вот, девочки, вот если вы хотите, вот если вы хотите сделать чизкейк, они на меня не смотрят, они разговаривают, ладно. Давайте вас спрошу. Вот если вы хотите сделать чизкейк, вы что будете делать? Ну, полезете в интернет, правильно? Да. Вы наберете, там, чизкейк, ну, может быть, чизкейк Нью-Йорк. Там, без выпечки, там, да? Или попроще. Или, там, дешевый чизкейк, или простой рецепт. Дальше что начинается? 344, там, сколько-то, 500 этих страниц, рецептов, вы начинаете читать. Причем каждый бьет себя пяткой в грудь. И что его рецепт самый правильный, самый трушный. И что, знаете, когда на 42-м рецепте я сломалась, я поняла, что надо или как-то искать кого-то доверенного. Ну, у Зерсону каждый раз звонить неудобно. Ну, я... Шарлотка. Это какие-то... И сейчас ты два кусочка яблочков в тесте. Начинаешь... Ну, и, в общем, соответственно, чизкейк, шарлотка, вот это все. Начальство смотрит, меня уже не слышно. Это часто. Со мной это часто. На 15 минуте тебя перестают слушать. Это я понимаю. Я уже привыкла к этому. Но начальство оказывает, а у них там свой дело. Они такие, вот сейчас все то же самое. Вот туда вниз оператору расскажешь. А, собственно, так, совершенно случайно родилась моя программа. И книжка, которую сегодня я, видимо, призвана тут рекламировать, родилась совершенно так же. Поэтому я совершенно сейчас не воспринимаю всерьез то, что происходит. Мне, конечно, очень нравится, что какие-то люди ходят, меня смотрят, улыбаются. Я вообще люблю, когда меня любят. Я, собственно, поэтому и большая. Я, чем больше останавливаюсь, меня тем больше любят. Это приятно. И книга не является для меня совершенно чем-то материальным. Мне кажется, что мы тут с вами все шутим. Мы ее выпустили просто потому, что это было... Мне надоело. Ты приходишь в субботу домой. Никто же не знает, что мы работаем на телевидении не как все нормальные люди с полетельника по пятницу, а у нас там три недели без выходных. Никого не трогаешь. Мужика выгнала, наконец-то, рыбалку, сволочь, у меня веку. У тебя три дня выходных. У-ху! Суббота, воскресенье. Открываешь контакт. Там куча людей. Они тебе пишут, что... Вы такая. Обычно хорошая. Но бывает, что и нет. Моркапелла. Мы вас любим. Ваши рецепты. Ты такая... Да! Кто мы там? Сладкоежки. Что мы хотим? Рецепты. Когда мы хотим? Прямо сейчас. Ты им всем говоришь. Я не раздаю рецепты. Идите на канал «Еда за рецептами». Я отсняла последнюю программу полгода назад. Я их все равно не помню. И вот там-вот там. А ваши книжки? Ну дайте хотя бы книжку. У моей мамы день рождения. Вышлите мне с автографом. Девушка, ты как? И мы готовим тебя. Заканчивается в час ночи. В ответах на 142 сообщения. Где взять рецепт? Помните, вот та программа вы еще готовили? Вот там развили вот это вот все по столу. Еще на себя налили шоколадного кекса. Ну как вам сказать? Три года назад. Нет, не помню. Собственно, для этого... Я вообще спросила, кто у нас тут видел хотя бы мою программу, собственно, для этого и была выпущена скорее эта книжка побаловаться. И вторая причина, по которой там же еще Михаил Михайлович это когда вы идете на кухню, начинаете готовить и особенно десерты, самое главное это находиться в хорошем настроении. Это правда. Даже если вы не умеете готовить. Я на мужчинах, кстати, на наших на канале проверяла. Кстати, знаете, девочки, вот есть такой миф, что мужики не умеют готовить. Ну и что они там не способны себе там вот это поджарить, вот это все. Когда я начала работать на круинарном канале, я поняла, что это вообще неправда. Девочки, начиная от звуковика, видеоинженера и заканчивая лавнежем, они все, блин, разбираются лучше меня. Это просто даже обидно. Причем они же все сначала еще делают вид, что как бы, ну, они просто ходят. Это чтобы дома не готовить. Ты делаешь карамель, и по-моему не трогаешь, и думаешь, что-то как-то, то ли, саду, воды не так, что-то как-то карамель долго. А он такой стоит за камерой, посвистывая, не ставит там свой, понимаешь, айфон. Ну, конечно, дорогая моя, надо же было сначала на троечке потопить, потом постепенно увеличивать, потом только ложечки воды добавить. Она сейчас у тебя кристаллизоваться начнет. Ё-моё, а когда вы печете пирог? И ты такая стоишь, тыкаешь на чужую духовку. У тебя-то дома газовая? Ты-то на газовой тренировалась? А на съёмках-то электрическая, и там, вентилятор, и всё. Стоишь и думаешь, куда нажать? Чё, я вообще не пошла работать за кадром? Чё, мне не нивётся? Им-то всем хорошо, а мне-то лицом за это отвечать. Я не такие подкладываю? Ну, чё ты думаешь, у тебя какой пирог? Это тесто какое? Сдобное? Потому что, если там, чтобы им подойти, то ты сначала вот этот режим поставь. А, если слоёное? Не-не-не. Здесь тогда надо сразу ставить, здесь вот с обдумав, потому что вентилятор... Я вообще была в шоке. Так что мальчишки на самом деле хаваются. Хотя аудитория конкретно моей программы, мужская, она, оказывается, тоже есть. Что меня удивило. У меня вообще аудитория, знаете, такая программа, казалось бы, должна быть женская. Ну, нет, это дети. Восточные, так скажем, части нашей России. Но это ещё понятно хотя бы. Это ещё логичнее. И мужчины. Я думала, я-то обрадовалась. Я думала, что мужчины в плане, что ты не готовь. Ты ходи, да? Нет. У мужчин, оказывается, это у них тоже выходной. Они, оказывается, приходят, пока их там на кухне бегает, вместо того, чтобы пойти на неё посмотреть, они, значит, себе виски. Вот это, в меру своей испорченности, кто со льдом, кто с пепси. Как говорила, дайте мне, пожалуйста, виски с колой. Колой нет, есть пепси. Дайте мне, пожалуйста, пепси с колой. В меру своей испорченности, значит, разбавив или не разбавив. Это, кстати, самый большой поливарный на канале, и да, можно добавлять виски. И вот так, вот, кстати, как Денис у нас сейчас почти сидит перед телевизором, и они меня слушают. Они наслаждаются, потому что всё равно, конечно, самый лучший десерт – это колбаса. Но им просто нравится. Ты разговаривай. Вот, а, собственно, про что я начала отвечать? Я уже забыла. Я так, я ухожу, и забываю про что я говорила. Мужчина умеет готовить. Да, но я же это тоже чего-то говорила. Ладно. Улыбаться. И если вдруг случается такая шайса, говоря по-немецки, не в России будет сказано, да, что мой юмор вам не близок, не удивлюсь совершенно. То я подстраховалась прадедушкой. Ну и потом, согласитесь, 30 лет прадедушка пиарил меня. Я решила, что надо начать возвращать долги, потому что встречаются всё-таки люди, которые не в курсе. Их, конечно, мало. А что вы смеете? Серьёзно. Я, кстати, я тут вчера, вот, Денис как раз рассказывала, что на моём счету, вы знаете, вот, бывают люди, которые сбивают людей, у них вот это, зарубки делают на машине, там, сбила четыре бабушки. Вот. У меня на танке, вот здесь, на мне четыре зарубки, что четыре человека за последние три года, которые только благодаря моей программе узнали, что существует писатель Михаил Зоченко и прочитали его рассказы. Я лично считаю, что это уже достаточно, чтобы лечь в грудь. Ну, это, конечно, я хотела. Я люблю перегибать. Хотя, знаете, мы сейчас находимся в торговом, ну, в книжном, но всё равно в торговом центре. Не так много надо того, чтобы лечь в грудь. Потому что, во-первых, если опросить гуляющих вокруг людей, вы выясните, что более половины из них, скажу, что лучше умереть, чем делать то, что сейчас делаю я с микрофоном, выступать перед незнакомыми людьми, которые ещё всё время ходят туда-сюда. А у меня есть учащие, что у меня внимание, как у кошки у меня. У меня что ходит, я туда и смотрю. А вторая вещь, я недавно прочитала эту совершенно потрясающую попрочительную новость. В торговом центре в Китае молодой человек после пятичасового шопинга за своей половиной, любимой барышней, выбросился с седьмого этажа, потому что она сказала, что надо ещё в обувной. Что самое грустное, оно как бы ироничное, грустное, барышня ещё на час задержалась, ей надо было купить на похороне теперь одёжку. Поэтому я не удивлюсь, собственно, если сейчас вот пианистом что-то полетит. Давайте я сейчас немножко уточню, потому что я как начинаю таковать, я во всём хронометраж, время. Обычно есть тут у меня... Вот он, выбросился. Такая, Вера, у тебя теста не хватит. Вера, стой. Ну, ёк-мо-ка, ну хрен с этим тестом. Тут такая байка пропала. Но начни сначала. Я вообще не могу. Поэтому давайте я уточню. У нас хронометраж сейчас... Я в нотации вначале написала, что есть у меня такой странный приятель юмор, да, это странный приятель моего мозга. Ну, вроде как. Они иногда ссорятся, но, как правило, они вместе. Я не могу. Ну, друзья, про это... Первые двадцать лет, первые двадцать лет программ я шла на поводу у редакторов. И у нас сейчас будет немножко вкусно и не смешно. Всё равно, что бы вы ни готовили, когда вы готовите с расположением, когда вы хотите кого-то угостить, порадовать, даже если себя, это всё равно с душой. Я как-то шутила, что готовка, занятие не аддитивное. Тут как бы количество ингредиентов. Не факт, что совпадёт с результатом. Тут ещё душа нужна. Поехали того, что, может, я и ведьма, ну, пару раз слышала в спину такие слова, но воскрешать мёртвых не научилась, поэтому не смогу сегодня, простите, Юрий, удовлетворить ваше любопытство. Он умер за пять лет до Сталина. Считайте. У меня любимые вкусняшки подразделяются на те, которые мне хочется стрямкать сейчас. Они, конечно, меняются. И те, которые я готовлю для приходящих людей, а это те, которые быстрее. Поэтому я не соврую, что самый любимый у меня, действительно, фаворит, это яблочный татин. Проще, потому что самый такой. Это серебряный век, а ты тоже яблочный пирог. И, кстати, вариации татин. Я его сейчас переготовила совсем. А тут можно, оказывается, выясняться вообще всё менять. Можно туда и ананас. У меня уже есть персиками и со сливами. Это самое вот. Ну и те, ну, рецепты, типа там, тех же бешеных улиток, которые мне дались тяжело. Но я не буду врать. И бешеных я готовлю очень редко, только по таким каким-то прям праздникам, потому что это надо так собраться, выделить время и, так сказать, затратиться. Вот. Ещё я, кстати, вот люблю очень рецепты. Потрясающе вкусно получилось. Ну, вот по времени я хотела бы уточнить. У вас там, наверное, профессиональные какие-то печи стоят? Потому что мне приходилось время выпечки увеличивать практически в два раза. То есть вот я так на будущее. Более, вот это всегда моя проблема. Из программы я об этом говорила несколько раз. Ну, мы сегодня уже вынула. Они очень профессиональные. Они такие профессиональные, профессиональные повары. Ну, то есть меня в данном случае. Да, приходится увеличивать. Мне сложно ответить на ваш вопрос, потому что у меня есть две ипостаси готовки. Одна на съёмках. Это немножко другая вещь, потому что там бывает... Ну, да, это важно просто. Поэтому, если есть странные люди, купившие эту книжку, давайте я вам подпишу. И, так сказать, меня тут запугали вашими московскими пробками. Вам надо уезжать, да? Да. И поеду. Дорогие друзья, ну, уникальная возможность взять автограф у нашего автора и вообще уникальная встреча сегодня у нас. Во-первых, скоро 8 марта. Всё-таки книга остаётся лучшим подарком. А книга Веры Зощенко, мне кажется, это идущий с автографом. Кстати, вы меня поздравите. Во-первых, сегодня моему папе исполнилось... Правда, сегодня 6 марта исполнилось бы 71 год. Исполнился бы 71 год. Я поздний ребёнок, это не я такая старая. Нет, мне не было 40, когда я родилась. Не думайте. А во-вторых, сегодня утром мне девушка ВКонтакте написала, что у моей программы появился самый юный зритель, человеку 2 года и 9 месяцев. Я вообще не понимаю, что он там... Ну, видимо, я для него как мультяшка, потому что она говорит, что вот эти 4 раза в день по полчаса девушка может поспать. Она за это мне искренне благодарна. Я невероятно счастлива. Не очень понимаю, что вырастет из её ребёнка, если в 3 года он смотрит меня. Хочется верить, что что-нибудь хорошее. Поэтому я желаю вам хорошего настроения, большой любви, если вы будете что-то готовить, даже не по моей книжке, но зато вы сможете проверить, правда ли, что путь к сердцу у любимого лежит через желудок, даже если этот любимый, вы сами, в конце концов, это самое важное на свете. А с вами была ваша маленькая Вера Зоченко. Всё. Дорогие мои, можно теперь подойти и подписать, взять... Я просто хочу брать микрофон, потому что тут микрофон общаться уже не очень прилично было. Ну, у вас единственная книга, да? Или вы ещё? Или царь? Всё-таки уникальная возможность взять автография Розущенко и книга замечательная. И 8 марта скоро можно подарить своим любимым, любимым, другим, мамам, сёстрам, мужьям. Уважаемый, подарок всем дамам прекрасным к 8 марта, к Дню Международной Солидарности, для того, чтобы или наоборот всю жизнь посвятить приготовлению десертов, или никогда не готовить освободиться от этого унизительного, кухонного рабства, и просто знать о том... Книга с автографом лучшее украшение домашней библиотеки, это в целом для любого времени справедливо, ну а для сегодняшнего дня справедливо тем, что Книга может выступить с подарком Книга Международной.